Заметки Электрика И еще у нас будет один ДИФ-автомат серии ДИФ-103 В общем данным автоматом я проведу проверку током 1.45 от номинального Далее проведу проверку током 2.55 от номинального Пятикратным током и десятикратным током То есть проверю их работу теплового и электромагнитного рассыпителей И уже на основании этих замеров мы определим Соответствуют данные автоматы ГОСТу 50345 или не соответствуют Вдаваться в подробности теории я не буду Потому что об этом я подробно рассказывал в видеороликах Про время токовую характеристику B Время токовую характеристику C А также в тех шести экспериментах с нашими автоматами Здесь еще у нас есть ДИФ-автомат ДИФ-103 У него я сегодня проверю только расшепитель А уставку по срабатыванию дифференциального элемента проверю уже в другой раз Он скорее всего данный ДИФ-автомат я возьму в серию экспериментов Уже по УЗО и по ДИФ-автоматам Которую начну уже после нового года В общем усаживайтесь поудобнее Испытание начинается Первый у нас на очередь автомат ВА-101 Характеристика C Номинальный ток 10 А Вот навел 15 А Проверяем током 1,45 от номинального Ждем Здесь я ввел поправочный коэффициент В зависимости от помещения в электролаборатории И в итоге ток получился не 14,5 а около 15 А При этом токе автомат должен отключиться за время Не более 1 часа Автомат не заставил себя долго ждать И вот при токе 15 А Время отключения составило 182,7 секунды Отлично Так идем далее Ток 2,55 от номинального А время отключения должно находиться в пределах от 1 до 60 секунд Оп Автомат отключился Время 8,9 Теперь у нас будет 5-кратный ток 5-кратный ток Это около 50 А Время отключения должно быть не менее 0,1 секунды То есть больше 0,1 секунды Итак, поехали Оп Автомат отключился 49 А Время 1,61 В общем, 10-кратный ток При 10-кратном токе автомат должен отключиться за время менее 0,1 секунды Ток я уже навел Автомат включил Итак, смотрим Автомат отключился 102 А Ток Время 17 милисекунд Так, ну идем дальше Второй у нас 10-амперный, аналогичный автомат Подключил второй автомат 15 А Время пошло Вот что-то второй автомат у нас Так быстро не отключается 1200 секунд уже прошло Ну что, прошел ровно час Как вы видите Автомат у нас отключаться не хочет В общем, что Делаем выводы 15 А 3,600 секунд Автомат не отключился Сейчас проверяем его током 2,55 Смотрим Ну видно Оп Ток 24 А Время 14,59 Пятикратный ток 50 А Поехали 2,04 Десятикратный ток 100 А Поехали Отключился Время 17,8 милисекунд Навел 15 А И проверяем Наш третий Десятиамперный автомат Время у него пошло Автомат у нас Отключился Ток 1508 Время 131 Секунда Отключился Время 6,23 Пятикратный ток 50 А Поехали Оп Время 1,46 Десятикратный ток 100 А Поехали 5,6 милисекунд А теперь у нас на очереди Автомат серии VA101 С номинальным током 16 А Прогружаем его током 1,45 От номинального С учетом всех Поправочных коэффициентов Это порядка 24,5 А Автомат у нас Отключился Ток 24,45 Время 297 Секунд Замечательно 2,55 От номинального Это у нас Около 41 А Поехали Отключился Отключился Ток 40,99 Время 4,94 Пятикратный ток 80 А Поехали Время 1,25 Десятикратный ток 160 А Включаем Отключился 158 А Время 27,2 мс Так Это у нас Второй автомат VA101 На 16 А В общем Время пошло Ток 1,45 От номинального Автомат У нас Отключился Время 75 Секунд 79 Сотых Кратность 2,55 То есть 41 А Время Отключился 4,54 80 А 1,42 160 А Десятикратный ток Поехали Время 18,7 Миллисекунд Это у нас Автомат Серии VA103 16 А В общем Ток 1,45 От номинального Время У нас Пошло Автомат У нас Отключился Ток 24,3 Ровненько Так Время 582,4 Секунды 41 А Поехали Время 7,01 80 А 1,6 160 А Отключился Время 6,9 Миллисекунд Так Продолжаем Испытание Наших Автоматов Сейчас У нас 32 А Автомат VA101 Ток 1,45 От номинального И с учетом Коэффициента Это Составляет 48,7 А 49 А Будем Примерно В общем Время У нас Пошло Автомат У нас Отключился 508,7 Секунд Кратность 2,55 Это Около 82 А Поехали Отключился Время 6,41 Пятикратный Ток Это У нас 160 А Смотрим Автомат Отключился Время У нас Полторы Секунды Десятикратный Ток Это У нас 320 А Поехали Автомат Отключился Время Восемь Миллисекунд Аналогичный Автомат Предыдущему ВА-101 30 Номинальный Ток 32 А Прогружаем Током 1,45 От номинального Это у нас 48,7 Ну или там 49 А Автомат У нас Отключился Ток 48,83 Время 308,2 Секунды Кратность 2,55 Автомат Отключился Время 6,61 Пятикратный Ток 160 А Отключился Автомат Время 1,41 Десятикратный Ток 320 А 8,1 Миллисекунды Это у нас ВА-103 Серии Номинальный Ток 32 А И поехали 1,45 От номинального Время Уже у нас Идет Автомат У нас Отключился За время 761 Секунда Идем Далее Кратность 2,55 Отлично Время 6,75 Пятикратный Ток 160 А Время 1,34 Десятикратный Ток 320 А Время 5,4 Миллисекунды Ну что Автоматы Я все Прогрузил И остался У нас ДИФ Автомат С номинальным Током 25 А И током Утечки 30 милиампер Почему Я подключил На этот Полюс Данный ДИФ Автомат Имеет Защиту Только В фазном Полюсе То есть Вот в этом Крайнем Полюсе Полюс Н У нас Защиты Не имеет То есть Этот аппарат Именуется Чаще всего Как 1П Плюс Н Поэтому Если Прогружает Сейчас Полюс Н То Никакая Защита Не сработает Потому что Ее здесь Нет Поэтому Мы Прогружаем Соответственно Фазный Полюс С учетом Поправочного Коэффициента Это у нас Получается Около 38 А Время Пошло Так Ну что-то У нас Не хочет Отключаться Наш ДИФ Автомат Время Уже 2600 Секунд Еще Подождать 1000 секунд Или прекратить Испытание И продолжить При Других Кратностях Ну Наверное Скорее всего Так и сделаю В общем Давайте я Данное Испытание Прерываю Вот смотрите Тут Время 2740 Секунд Давайте я Сейчас проверю Данный Автомат При других Кратностях А потом Уже в другом Видео Вернусь К этим Испытаниям В общем Кратность 255 Это Примерно Около 64 Ампер Отключился Наш ДИФ Автомат 562 Пятикратный Ток То есть 125 Ампер ДИФ Автомат Отключился Время 1.35 Ну и Остался У нас Десятикратный Ток Это 250 Ампер ДИФ Автомат Отключился Время 6.6 Миллисекунд Ну что Вот такие Получились У нас Испытания Вот такие Получились У нас Результаты Не Отключился Десятиамперный Второй Вот По Порядку Десятиамперный Автомат При Токе 1.45 От номинального То есть Прошел час Автомат Так и не Отключился И у нас По Истечении Времени 2.700 Секунд Не отключился Автомат ДИФ Автомат Ну Возможно Что он Отключился До Часа Но У меня Не было Времени Ждать Дольше Поэтому Я Прерывал Испытания И оставлю Этот Автомат До Следующего Раза Все Автоматы Прошли Испытания И соответствует ГОСТ 50 345 За Исключением Вот этого Автомата Возможно Что Эта История Аналогична Той Которая Произошла У меня В моих Экспериментах Если Его Прогрузить Проводниками Сечением Полтора Квадратных Миллиметров То Возможно Что он Отключится И в течение Часа В остальном Претензий К автоматам Нет При Пятикратном Токе Практически Разброса Нет Все Автоматы Ровненько И Отключаются С одинаковым Временем При Десятикратном Токе То есть Это Чисто Воды Электромагнитный Расцепитель Здесь Я заметил Такую Интересную Особенность Автоматы Серии ВА103 Вот Вот И вот Отключаются Гораздо Быстрее Чем Автоматы Серии ВА101 Ну И Дифавтомат Как я уже Говорил Его Уставку По Току Утечки По Дифференциальному Алименту Я проверю Уже В других Ну Другой Раз Ну Вот В принципе И все Вот Такое Получилось Видео По Прогрузке Автоматов Декрафт Кому Понравилось Видео Обязательно Ставьте Лайки Обязательно Подписывайтесь На мой Канал Заметки Электрика Ну А с вами Как всегда Был Дмитрий Автор Сайта Заметки Электрика До Из 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 Продолжение следует...